Фанатизм есть признак подавленного сомнения. Если человек действительно убежден в своей правоте, он абсолютно спокоен и может обсуждать противоположную точку зрения без тени негодования. Смелое действие в нужное время — вот простой секрет успеха. Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного. Слава изнашивается. Лучше искренне любить себя, чем неискренне других. Бесна в лесу, отчаянные холода, задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда. Но и зато нечаяний. С утра омурится петух. И нет прохода курица. Лицом поворотясь на юг. Сосна на солнце жмурится. Хотя и парит, и печет. Еще недели целые. Дороги сковывает лед. Корою почернелую. В лесу еловый мусор, хлам. И снегом все завалено. Водою с солнцем пополам. Затоплены проталины. И небо в тучах, как в пуху. Над грязной вешней жижицей. Застряла в сучьях наверху. И от жары не движется. 1956 год. Критика является опасной искрой, которая может вызвать взрыв в пороховом погребе гордости. От каждого недуга в этом мире лекарства есть. Или вовсе нет спасения. Ты отыскать старайся то лекарство. А если нет его? Не мучь себя напрасно. Деньги меня не интересуют. Я просто хочу быть чудесной. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя. Я люблю делать то, что не пройдет цензуру. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Знаете, я очень близка с Джо. Но мы можем быть и очень далеки, как два корабля в разных гаванях. Мне плевать, что обо мне говорят. Мне плевать, что говорят о моих друзьях, потому что на себя и на своих близких я смотрю только своими глазами. Понятно ли тебе то, что я объяснил? Спросил философ своего ученика. Все понятно, ответил тот. Ты говоришь неправду, сказал философ. Твои уста говорят да, в то время как выражение твоего лица говорит нет. Верный признак понимания – это радость на лице ученика, а не ответ да. Александру Македонскому сообщили во время похода на Персию, что у царя Дария очень красивые дочери. Но его это сообщение не обрадовало. Очень плохо потерпеть поражение в битве с иноземными воинами, но еще горше быть побежденным иноземными женщинами. Дом разделившийся ждет большая беда. Всякая женщина, умеющая держать себя в руках, всегда может справиться с мужчиной, который в гневе не помнит себя. Всем нравится прекрасная лошадь, но почему-то совершенно нет желающих ею стать. Если зла нет, то сам страх перед злом есть зло. В медицине чаще всего лечит вера. Умный человек всегда осторожен, даже во сне. Не презирай среднего человека, он необходим, чтобы состоялась любая большая карьера, нужны два слагаемых, великий человек и человек более редкий, тот, кто способен увидеть величие и сказать об этом. Люди различаются по своим достоинствам, если они вообще у них имеются, но всегда одинаковы в своих пороках. В душе любящий порядок всегда найдется уголок и для мечты о взрыве этого порядка. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Ответить ударом можно на каждый удар, кроме солнечного. Не расставался с книгой, возьмет в библиотеке и не вернет. Мне вспомнился человек, для которого чашка кофе была единственным смыслом существования. Однажды, когда я дрожащим от волнения голосом расписывал ему преимущества буддизма, он мне ответил, нирвана, пожалуй, но только с чашечкой кофе. Создать семью, да по мне, проще основать империю. Человеческая мудрость так и не изобрела систему налогообложения, которая действовала бы с полным равенством. Обязанность правительства состоит в том, чтобы оставить торговлю своему собственному капиталу и кредиту, а также все другие отрасли бизнеса, защищая всех в их законных стремлениях, никому не предоставляя исключительных привилегий. Наш прогресс как нации не может быть быстрее, чем наш прогресс в образовании. Человеческий разум – это наш фундаментальный ресурс. Когда власть ведет человека к высокомерию, поэзия напоминает ему о его ограниченности. Когда власть сужает сферу интересов человека, поэзия напоминает ему о богатстве и разнообразии бытия. Когда власть развращает, поэзия очищает. Судьба – мрачная тюрьма для тела и зло для души. Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб. И в свою очередь кто связан телесно. Но свободен духовно, свободен. Чем реже удовольствие, тем оно приятней. Не стоит затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На ее стороне вся мораль мира. Как мало можем мы сказать о женщине, когда счастливы, и как много, когда несчастны. У сердца свои разумные основания, о которых разум ничего не знает. Человек постоянно опаздывает, потому что у него занижена самооценка. Интеллигентный человек иногда напивается для того, чтобы провести время со своей глупостью. Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Привет ему. Он меня должен помнить. Я ему рожу бил. У вас на лице значение написано. Не надо меня учить жить. Вы не знаете, почему я живу именно так. С замужеством степень ревности повышается еще больше. Партнера начинают считать своей собственностью. Чтобы узнать мой возраст, вам придется меня распилить и сосчитать слои. Неправда, будто некоторые мои подруги страдают комплексом неполноценности. Никакого комплекса у них нет, они и в самом деле менее полноценны. Может, нельзя отдавать женщине всего себя. Может, мужчины, у которых нет тайн, перестают вызывать у женщин интерес. И только бездушных подлецов безоглядно любят женщины-ангелы и бросают ради них ангелов-мужчин. Нет пока еще только черных презервативов, потому что черный цвет стройнит.